Всем привет! Меня зовут Женя и с вами опять Школа Страха. Наверняка дома у вас есть стул, стол, возможно тумбочка, которая покрыта старым лаком. Этот лак давно потрескался, выглядит некрасиво. Вы не знаете, как подступиться к вещи, что с ней делать и боитесь испортить. Представляете, как вы ночами шкурите деревянные поверхности и стачиваете свой маникюр. Не надо бояться. Просто идите в аптеку и покупайте димексид. А как он работает, я сейчас покажу. Вот такой старый стул под лаком я выбрал для нашего эксперимента. Будем тестировать чудо-средство. Купила я димексид в ближайшей аптеке. Стоит он меньше 100 рублей и это концентрат. Микол подсказывает, что нам понадобится еще кисточка, а также перчатки. Работать желательно на улице, поскольку есть резкий запах. Ну и детей, конечно, лучше убрать. Не разбавляя концентрат, наносим на деревянную поверхность там, где нужно снять лак. Фу, как навоняло! Ну, не знаю, по мне так запах терпимый. Фу, как рыбой! Действие димексида наблюдаем практически сразу. Через 1-2 минуты видно, как лак меняет свою структуру. Он начинает вспучиваться, вспениваться и становится похож на какое-то желе. Не советую держать дольше 5 минут. Димексид, как любая жидкость, намочит дерево. И потом его разбухшее можно будет легко повредить шпателем. Поэтому быстренько берем инструмент и вот так аккуратненько счищаем кашицу. Вот так выглядит собранный лак. Никакой грязи и пыли. На этой боковине видны мои усилия по снятию лака шкуркой. Здесь работала машинка и руками я пыталась это сделать, но получилось только поцарапать. Беру димексид, спустя 3 минуты, в руках шпатель и лак сходит прямо на глазах. Я не советую усердствовать инструментом, дабы не повредить само дерево. Лучше сделать несколько подходов. Дополнительно вооружитесь тряпочкой, чтобы время от времени протирать ваш инструмент. А также не лишним будет протереть и дерево. Вот эти крупные остатки, их можно убирать прямо тканью. Протрите и просушите дерево. И теперь вам станет видно, где есть пропуски. Вот, например, здесь. И здесь на просвет видно, что остались капельки лака. Их можно убрать шкуркой. Я совсем не жалею свой стул и показываю, как его можно испортить, если воздействовать на него механически и усердно, спустя некоторое время, когда дерево разбухло. Не торопитесь, не делайте так, просушите детали. Лучше сразу перейти к водным процедурам, для того, чтобы наверняка определить, где же еще остался лак. Вот здесь, видите? Под воздействием воды он меняет цвет, становится белесым. И теперь вы точно ничего не пропустите. Мне в таких случаях помогает шпатель. А вот так делать не надо. Шкурка забьется в первые же секунды, и вы рискуете испортить деталь. И, конечно же, потратите кучу денег на шкурки. Просушите дерево, а остатки уберите машинкой или вручную. Ну вот так, совсем немного усилий, маникюр цел. Я получила дерево очищенное от старого лака, теперь с ним можно делать все, что угодно, какой у меня получится стул. Смотрите в следующем видео. Ну а пока ставьте лайки, сохраняйте, а также отправляйте друзьям, пусть они тоже знают, что это просто, что это возможно. А главное, не бояться. Подписывайтесь на тег «Полезно же», там все полезно. В актуальном мастер-классе. Ну и не забывайте, конечно, подписочка на меня, на меня. Комментарии к этому видео я буду всем очень благодарна. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok